ну что ж мы теперь точно готовы ура вот все замечательно передаю слово обзор современное направление развития что тебе отдам микрофон готовой еды обнимайте слушайте и далее у нас уже после натальи на вот это все нужно попытаться будет закрепить в небольшом практикуме который позволит вам стратегически посмотреть на то как же это происходит и уложить все что у нас на сегодняшний день ваше представление и скажем так примере точно ли все совпадает ну а там уже станислав присоединится передай слово рассмотрим современное направление развития категории готова еда как наталья уже сказала по результатам работы на выставке еврошоп 2023 будем знакомы для тех с не знакома наталья чичок эксперт по созданию развитию современного ритейла больше информации изучите скажем так свободное время в рамках выставки еврошоп лауреатом премии по категории еда был признан interspark который находится в австрии в вене это флагманские гипермаркет и он в том числе стал победителем благодаря скажем так современным категориям собственного производства вот и при этом торговый зал и гастрономия дополняют и стимулируют продажи друг друга до с большим количеством мастерства впечатляющего гастрономического опыта следовательно я приглашаю вас познакомиться с этим победителем до в номинации еда мы отправляемся в такой гастрономический тур по отделам собственно производства всем вот интерес ну и первое что у нас встречает да это пекарня да то есть пекарня предлагает покупателям это так как они себя позиционируют сами да то есть загляните к нам чтобы испытать настоящую страсть пекаря-ремесленников посмотреть как выпекает итальянская фокача и попробовать доступный ассортимент хлеба и выпечки ну пекарня шикарно да на двух фотографиях сложно передать фотографии тоже больше если кого-то это очень заинтересует можно поделиться информацией с 11 до 2 часов в отделах собственного производства здесь очень многолюдно ну скажем так тут от локации зависит да но вот в этом объекте прежде всего это студенты это сотрудники ближайших офисов на которые очень заинтересованы в расширенном меню и в том числе да то есть активно покупают свежеприготовленную фокачу ну и вот вы на фотографии я думаю что видно да то есть как она представлена что еще предлагаю да то есть но свежие измельченные фруктово-ягодные овощные салаты десерты волы да то есть это уже как наверно стандарт вот так это подается выглядит тоже в зоне свежести и вместе с фруктовыми десертами подается скажем сок собственного отжима но дополнительно допустим здесь мы видим апельсин вообще стал очень практиковаться и и в соответствии с сезоном да еще и как бы гранатовый сок поэтому на это можете тоже обратить внимание вот так представляются салаты и болы да то есть ну тут слов не нужно визуально мерчендайзинг упаковка по ситуацию потребления общем все все видите своими глазами много всего понимаете своих моментов комментировать сложно отдельно сэндвичи и роллы да как категории и соответственно допустим это одно там одна горка далее там несколько полок одно место где эта категория вот сэндвичи и роллы размещается и тут же есть соответствующие коммуникации которые говорят подталкивать стимулирует покупателя да то есть купить и употребить как бы сэндвич или ролл тематически сама по себе кухня магазина видите вот на фотографии market kitchen да то есть кухня магазина предлагает модные блюда опять же так как не себя позиционирую да на любой вкус на вынос это ну так немножко из нового да какие-то свежие тарелки как называть потому что максимально собственно производства подготавливает готовую еду и размещает на самообслуживание поэтому это и называется свежие тарелки вкусная карри или сочный гамбургер антипасти хумус холодные горячие фирменные деликатесы очень много уникальных блюд есть традиционная базовая то что есть у всех но есть стремление вот уходить в эту фирменную еду то что ни с кем не повторяется тогда у покупателя возникает выбор куда мне пойти где вкуснее где лучше дали здесь какие-то отдельные блюда или виды продукции которые привлекают больше всего но здесь все блюда готовятся упаковывается в такие скажем практичные картонные коробки на вынос глазах потребителей почему в картонные коробки потому что картонные коробки разогреваются микроволновой печи но и принципе здесь уже все как бы с этим предусмотрено но и отдельное направление то что это экологично ну вот эта тема если мы говорим про суши кухню да она тоже как бы здесь есть и там по-моему даже как бы не один отдел такой станции скажем так небольшие суши кухня предлагает искусные маки нигири сладкие суши индивидуальные суши тарелки под заказ которые готовятся тоже прямо на глазах у потребителя вот ну и скажем так кроме как суши есть еще и специальный ассортимент но там местная рыба данном нашем случае там не обязательно может быть местная рыба также скажем так да учитывая тренд на развитие веганских рецептов дали такой как в еды для ценителей растительной пищи предлагается большой выбор веганских блюд да то есть в принципе этот выбор демонстрирует насколько может быть разнообразно растительная еда предлагаются также как бы есть свой внутренний стоян собственного производства на вот под этой торговой маркой веганс да то есть предлагаются охлажденное и не охлажденное да то есть фирменное блюдо без глютена и лактозы это тоже на коммуникациях выделяется в месте продаж и на самом продукте также есть отдел свежей пасты да то есть он предлагает фирмы на макаронные изделия такими с креативными начинками если говорить про равиоли да и как сами по себе ингредиенты они сезонны и высококачественны но и обязательно условия что именно свежие да что это недолго хранилось это не шоковая как бы там заморозка дальше идет по другой процесс также популярен такой скажем вообще принципе сервис на одну вот почему этот слайд допустим вынес для вас потому что ну как мне понравилось как коллеги спозиционировали назвали это как праздничный сервис для тех кто планирует уютный вечер и кому нужна кулинарная поддержка по большому счету это тоже кейтеринг да вот ну и собственно есть как бы витрина за 48 часов вы можете заказать то есть предлагается выбрать из ассортимента крендели или канапе для вечеринки да то есть суши колбасные сырные тарелки фруктовые там на 4 на 2 человека в напитке минимальный ассортимент но и конечно как же гипермаркет без ресторана да это отдельная тема отдельный мир поэтому новую скажем одна из фотографий как выглядит ресторан да то есть предлагается в ресторане много вкусных деликатесов опять же очень замотивирована команда да то есть и эта команда сочетается скажем хорошо с регатной обстановкой самого ресторана вот меню завтраков обедов каждый день разнообразный он меняется есть базовый ассортимент который остается неизменны но большую часть ассортимента каждый день смена и опять же есть акцент что есть мясные блюда рыбные есть веганские на то есть это тоже не так же какие-то торговом зале не выделяется вот ну в принципе потребить блюдо гостям предлагается месте посадки на месте в ресторане дали также как бы на вынос ну вот так выглядит тоже еще несколько фотографий их да то есть как выглядит ресторан вот так выглядит в персонал за мотивированный вот ну и принципе то тоже на фотографии салат барда который тоже предлагает ежедневно вот этот меняющийся ассортимент свежих овощных листовых сытных скала салатов там допустим да каких-то сыроедческих блюд то есть диетические и вкусовые предпочтения коллеги учитывает и очень как бы здорово с этим уже работают также есть такие точки как буфет деликатесов жаркое гриль да то есть паста станция то есть ну по периметру там есть кухня есть отдельно как бы зона где-то делится вот буфет деликатесов он угощает горячими блюдами ассортимент которых также меняется ежедневно в отделе жаркое гриль предлагает запеченное на медленном огне мясо с хрустящей корочкой там допустим тос со стейком сочный бургер овощи и свежая рыба на гриле на паста станции готовится свежая оригинальная паста с соусом но это уже под выбор покупателя да то есть это дается на свободный выбор также предлагаются сытные свежие там болу и там с хрустящими овощами или диким рисом жареным грибами курица креветками ароматными маринадами опять же которые даются на выбор завтраки почему на этом тоже акцентирую внимание потому что вообще как бы отдельная тема даже практически в каждом там большом супермаркете или гипермаркете представлена категория завтраков на это делается большой акцент построена там целая часть как бы коммуникации вот работы магазина там скажем до обеда поэтому в ресторане так же не исключение меню меняется меняется наполнение прилавков да и вот завтрак допустим до 10 30 ежедневно кроме воскресенья поэтому и само по себе позиционирование посыл на ли но как бы для гостей для потребителя что это утреннее наслаждение на любой вкус широким выбором сладких и соленых деликатесов хрустящей выпечки горячих напитках это можно сделать формате шведский стол по меню или на вынос опять же там увидим как бы все формы обслуживания ну или будь то это быстрый круассан экспресса по дороге в офис да сразу как бы намекаем о том куда где зачем или обильный бранж для всей семьи здесь каждый может найти что-то правильно для начала дня ведь так правильно начать день вкусно закончили с интерспаром до вернулись вены теперь у нас будет голландия немножко германии это магазин jumbo food market он тоже открылся ему несколько лет он убирает своим скажем так обороты вот и собственно производство здесь тоже процветает узельный вес собственно производства больше 20 процентов не буду точно говорить потому что цифра колеблется я не буду показывать все зоны или там скажем отделы собственного производства а точечно покажу вам только то что дополнит что мы уже видели обратите внимание первая зона пицца да то есть как мы заходим это не просто пицца это прям пицца пицца да там ее видно как мы идем по пути покупателя где эта пиццерия размещается да то есть ну вот и мы говорим о том что здесь реализуется как готовая пицца так и охлажденную так ингредиенты да то есть как бы для приготовления пиццы и здесь на фотографии не видно но допустим если мы там поворачиваем то вот после отдела пиццерии то есть еще целая горка длинная скажем так но метра там 375 который выложена различными пиццами опять же там охлажденными готовыми на там с добавлены зеленью в общем это очень как бы красиво и принципе вот каждая зона еды до приготовления она работает не только на те прилавки которые находятся в отделе собственно производства но и на самообслуживание практически за каждым отделом закоплены какие-то зоны самообслуживания когда сразу упаковывается товар и выносится на торговый зал и продаются как за прилавком так и в торговом зале ну вот тоже такой симпатичный отдел нового да то есть булы салаты десерты там тоже есть свежевыжатый сок салаты ну понятно они такие скажем не слоеные какие-то да это простые они доготавливаются собираются из уже из подготовленных овощей ну скажем так ингредиентов но это тоже привлекает внимание это тоже недалеко от входа и в общем там всегда есть свои потребители есть еще в магазине кафе это тоже как бы напротив капает на то есть как бы еда дополняет еду вот но гриль да то есть эта позиция тоже имеет такой скажем тренд растущий тренда это отдел гриле обратите внимание допустим какие те же прилавки как коллеги максимально продукцию гриль размещают уже подготовленную на скажем ну распасованную упакованную да и вот если вы обратите внимание там есть такие как бы закрывает есть гастроемкости да там самые ходовые виды этого гриля там просто продаются на развес но для покупателя в чем преимущество что вы на одном месте можете купить там фасованная упакована да опять же подготовлен или на развеска самые ходовые ну понятно это тепловая витрина вот но гриль ровно так же как и пицца да то есть примерно столько же отдается пространство торговом зале и у этой категории тоже есть свои лояльные покупатели которые приходят и ну то есть это видно да что это аппетитно это вкусно есть свои любители так ну вот на самообслуживание тоже продается такая продукция да как готовые горячие блюда в косолетках то есть принципе это можно просто разогреть ну и скажем да и немедленно там употребить не обязательно не могут быть охлажденные витрины или прилавки есть разные есть с подогревом есть то есть есть тепловые есть охлаждаемые вот если мы говорим про азиатскую еду то есть смотрите тоже какой отдел как это выделяется торговом зале на это такой делать как бы серьезный посыл потому что уже такой устоявшийся тренд вот ну и собственно азия бог да то есть представляет свежеприготовленное блюдо есть замечательно там скажем сковородки в которых это все варится свежая для любителей там точно мимо не пройти также есть зона самообслуживания и прилавочная зона ну и скажем так такой глумерат рыбный да когда вся рыба собрана в одном месте там принципе замороженной охлажденной ну вся там которая может быть и выделяется скажем такой прилавок опять же для готовой еды именно рыбный то он фотографики думаю там рассмотрите что это может быть это могут быть какие-то салаты это может быть какой-то кляр то есть вот такие вещи которые не слишком сложны паста на то есть это тоже такой как один из хит продаж и обычно продаем мы ее как через прилавок по-разному ну это пример как пассу допустим коллеги продают уже распасованную какая допустим контейнер да то есть видите как бы двухслойные то есть как это все можно сделать для того чтобы мы как потребитель открыли нам было комфортно это куша да неважно где мы там в офисе и не дома снизу тепла нету он продается вместе со свежими салатами примут как свежая еда он уже охлажденный вот то есть он снимается его отдельно можно разогреть и сверху салат и видите как вот не бояться да то есть не свежего мяса там соленой рыбы условно да то есть не каких-то скоропортящихся продуктов поверьте это выглядит очень аппетитно соблазнительно вот поэтому призываю пробовать на что тоже обратили внимание такой не новый тренд но этого стало еще больше да то есть когда мы говорим про мясные нарезки закуски это просто могут быть какие-то вот как командоре показывать допустим маленькие да ну там немножко для другого здесь просто есть маленькие контейнеры стаканы различная упаковка удобно да вы видите просто это нарезается как готовый такой сытный мясной перекус не просто колбаса за прилавками там дайте мне полкилограмма я пойду домой я буду есть да я вышел из офиса я куплю там ну словно там шаурму что-то такое далее я куплю там вот такой мясной перекус опять же для любителей поэтому тоже хорошая альтернатива тоже выделяется достаточно места торговом зале но вот эти как бы разные закуски но и если мы говорим про мясную гастрономию то большинстве она реализуется не обязательно там лежит целый кусок из которого нам отрежут если такие вещи но не там самые ходовые коллеги опять же как собственно производство но все это нарезает на сластыри фасует и продает вот ну в таком виде этого очень тоже много и много продается в день вот ну и скажем собственно производство пошло дальше но не просто нарезает она теперь берет видите какие красивые контейнеры выкладывает да то есть соблазняет не просто там колбаса там или какая-то мясная гастрономия мясная гастрономия сыр оливки да то есть как бы под набор или допустим там разные колбасы вот маленькие такие буквально сто там чуть не до 150 грамм не более того это нарезная какая-то ветчина колбаса которую выкладывается может колбаса сыром быть разные как бы вариации но это принципе такой тоже как бы перекус быстро да и как небольшой по маржинальности здесь вы понимаете да что все хорошо ну и при этом вот колбаса тоже продается хорошо но как продукт уже собственном производстве вот если говорить опять же там про мясные и рыбные там по-разному из чего это можно сделать да то есть заворачивают делают как бы начинку рулетики вот этого тоже как бы очень много это может быть ветчина то может быть мясо то может быть парма все что угодно да есть вот эти оригинальные начинки внутри этого тоже продается много это тоже продается такой порционные упаковки и дополнительно к ним продаются различные соусы тоже собственного производства все трендовые все водные на когда мы подходим в это место набираем там много разных интересных баночек и такое скажем потребление еды превращается в такой некий развлечение немножко да совсем маленький вот ну пример антипасе допустим у нас российском рынке то наверно самая маленькая упаковка грамм 250 вы видите там 45 этих перчика лежит да там буквально до 100 грамм это опять же для этого быстрого потребления это подчеркивает еще раз эту свежесть да и ты что показывать себе этот перец можешь опять же чем скушать с колбасой с мясом то есть не просто как бы отдельно на но тоже вот рулет лаваш на вы видите как оригинально коллеги как бы сделали тоже не незатейливая вроде закуска но выглядит совершенно по-другому аппетитно ну или с рыбы на маркировке вы видите если рыба то есть определенный как бы знак до из какого мяса вот ну и принципе лосось под упаковкой тоже выглядит соблазнительно это недорогие такие скажем бюджетные вещи вот на что акцентировал внимание честно тоже удивилась для себя нашла находку коллеги работают даже с отварными яйцами вот казалось бы ну вот но все просто этого на прилавках столько много и то есть я так понимаю что это много и продают как бы за день да вот ну наверное там можно использовать как перекус или даже какой-то гарнир какому-то блюду да но чем эти яйца отличаются что не с разными начинками очень оригинально украшены как выглядит поэтому обратите на это внимание по поводу салатов то есть есть такой сегмент как заправленные слоёные салаты в упаковке но здесь мы видим в упаковке до для перекуса или там потребление дома когда мы подходим вот только кражетом есть прилавки есть наша стандартная гастроемкость и мы продаем салаты на то здесь коллеги уже практически полностью от этого уходит они фасуют допустим вот я вам показал там на фотографии это маленькая там 100 грамм вот эта баночка этого же салата один и тот же салат то есть есть там 100 грамм 300 грамм 500 грамм 700 грамм килограмм да то есть зависит один тоже салат только он вот так вкусно выглядит да то есть настолько вот у него проявлен визуальный мерчендайзинг то есть для разной ситуации потребления ты выбираешь себе там тот корокс который тебя устраивает или перекусить или с собой или на двоих или домой на семью ну вот коллеги тоже таким образом экономит как бы свои операционные затраты и при этом прилавки выглядит очень нарядно ну и свежие салатные наборы да как коллеги называют не просто салат заправленные заправлены это тоже многослойный такой скажем корок с разделениями там где отдельно выделенные ингредиенты которые допустим хранятся но в течение дня 12 часов как бы точно да то есть до того как вы и как бы смешали но при этом вам предлагается смешать самостоятельно как это продается это на примере да то есть продается в горке как где есть зелень где есть салат и продаются вот эти свежие вещи это тоже востребовано даже но видно допустим по количеству можно этой фотографии меньше но вообще всегда в любой магазин когда заходишь там постоянно есть ну скажем свободное место на то есть понятно что продали купили вот мы наверное такой еще как бы момент на который хотелось акцентировать внимание да это тренд на увеличение потребления уже разогретой готовой еды то есть теперь уже не каждый хочет есть холодную еду или брать ее греть он хочет прийти купить и сразу как бы теплую да но ему все нужно быстро поэтому говорим про сегмент hot to go ну вот на выставке еврошоп также коллеги как производители это фотография туда представляли как бы свои да то есть места продаж или там горки специализирована которая держит тепло разных размеров да это выглядит убедительно и действительно как бы в магазинах практически везде этот сегмент представлен поэтому обратите внимание ну и подводя итоги времени немало да какие современные направления развития чисто вот это как выжимка до того что мы видели очень так коротко ну наверное это понимание исследования тенденциям развития еды и питания заметьте это разделяются потому что разные понятия на вкусовых и диетических предпочтений ваших покупателей потому что не в каждой сети у каждой компании свои и есть отличия это разработкой вот новых уникальных и трендовых продуктов на сезонных курсов тоже про это не забываем но и расширение существующих категорий да то есть вот дополнительных сегментов готовой еды актуальных именно как бы запросу рынка потому что все очень стремительно и сильно меняется вот ну и расфасовка упаковка готовой еды до в соответствии ситуации потребления то то что мы говорили от маленького там в общем куда или дома или с собой один и тот же продукт обеспечение гарантии что немаловажно как бы для каждого покупателя сейчас до свежести качество вкусности разнообразие и не вопрос просто рассказать это в коммуникациях вопрос это еще и обеспечить для того чтобы ваши покупатели действительно это чувствовали на себе вот ну и про визуальный мерчендайзинг это так как маленький такой но без него никак здесь ну собственно коллеги поэтому предлагаю балуйте ваших потребителей любите их приглашайте за вкусностями за современными модными трендовыми блюдами я уверена что у каждого будут свои при этом еще больше лояльных покупателей успеха вам ну а если вы хотите продолжить общение со мной велкам вашим услугам мои координаты спасибо так если вопросы у меня есть один из вопросов ты сейчас показывала ход тугол горячий до свой я не всю презентацию смотрела по-честному если мы говорим про замороженное вот именно заморозка а вот то что у нас тогда история вот у нас сегодня она одна из пленарок мы как раз обсудили тему все-таки вкладываются именно замороженную еду ты это сейчас как-то серьезным образом на еврошопе увидела ну наверно бодина так скажем как то прям сделать акцент нет по крайней мере этого визуально не видно в магазинах магазинах это очень очевидно потому что все процессы они оптимизированы то есть максимально там максимально идет какая-то такая скажем простейшая подготовка если говорить допустим про ту же выпечку да там выпекаются из замороженного и замороженных полупубликатов а если вы говорим именно замороженный суп и замороженное второе не такого не видела но это уже же это же как стандарт да то есть это то же самое какие альтернативы местные да то есть мы подходим это уже как бы есть на это даже это как базовая корзина считается ну то есть это если смотреть европейской я поняла появились ли так я понимаю что уже уставшие сейчас у нас будет такая сессия следующем я риска рискуя ставила ее в финале но я думала что нужно будет наталья еще раз большое спасибо и спасибо коллеги да ну я всякий раз радуюсь сколько аналитики ты собираешь и коллеги наталья также очень активно и хорошо делает экскурсии по магазинам так что если для вас важно будет прокачать свои команды и профессиональным взглядом погулять вместе с натальей да то соответственно тоже коллеги мы называем это обучение действий никаких экскурсий но я это называю экскурсии так что зато некоторые адреса которые я сегодня списком давала она подсказала и соответственно посоветовала туда заглянуть так что еще раз за это спасибо